Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 сентября. Вот утром я показывала, как я буду готовить грядку для лука. И как раз, проходя мимо теплицы, увидела, что наспело много алых свеч в теплице у меня. Вот набрала, собрала алые свечи, почти целое ведро. И так как я в этом году вот эти рецепт запеченных томатов узнала, и они мне очень понравились, я вот вам показывала, как я готовила 13 сентября, очень вкусные, я решила испытать еще и сорт алые свечи, подойдут ли для запекания, для заготовки на зиму. До этого, когда я делала 13 сентября, я вам показывала, что идеально подошел, ну как, я испытываю все сорта многие. Идеально подошел сорт Казанова, потому что в нем много сухих веществ, и он такой не водянистый, не сочный. Я уже говорила, что на сок он идет плохо, получается очень густая масса. А для запекания он идет хорошо, потому что вы все знаете, что сорта у нас все разные, какие-то более мясистые, какие-то более сочные. Вот здесь нужно именно, чтобы была вот эта толстая, видите, толстая стенка, мясистая лодочка. Так как я семена убрала, у меня время будет поменьше запекания. Я сейчас для тех, кто первый, возможно, видеоролик мой не видел про запекание, я вам расскажу, что я нашла рецепт запеченные томаты по-провански. Немножко его изменила и делаю теперь так. Я сейчас его добью, улучшу, изменю там что-то не так, чтобы мне было идеально. Я буду знать точно время, точно температуру, точно сорта какие, чтобы на будущий год раз и запек. Вот смотрите, я беру или перцевидные, пока что, или пальчиковые, или вот такие круглые, но не крупные, как я брала морхотскую кисть, которую называла мароханская, она оказывается морхотская, скорее всего. Я убираю семена, потому что обычно вся вода, больше всего они вот в семенных камерах, и с семенами оно дольше сушится, ну и запекается, и вялится дольше. Напомню, что это не вяленые, а именно запеченные, потому что одна женщина сказала, что это одно и то же, нет, это не одно и то же. Вяленые томаты, они вялятся в сыром виде, они просто засыхают, а эти у нас готовятся при температуре 150 градусов, то есть это идет приготовление через жарку, запеченные в духовке. Они готовы, и как еда, и мне очень нравится. Я вот в прошлый раз делала желтые, сейчас опять ем, я сделала и с перчиком, и с чесночком, так вкусно. Ну, мне очень понравился рецепт. Вот я беру или пальчиковые, или перцевидные, или вот такие небольшие круглые. Разрезаю пополам, убираю семенную камеру, но ее можно и не убирать, если вы не уберете семенную камеру, просто удлинится время запекания. Все укладываю на лист, сверху присыпаю вот этой смесью, я уже говорила, 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки соли, и, видите, там темное, и хмели-сунели. В первоначальном рецепте, в авторском, были прованские травы, но у нас, я вот прошла все магазины, я так и не нашла прованские травы, и в первоначальном рецепте морская соль. Я использую простую соль. Все, я все это посыпала, ставлю в духовку при температуре 150 градусов. За час все это приготовится, но после 30 минут запекания, вы должны уже следить, смотреть, если томаты тонкостенные, если вот эта тоненькая стеночка, они быстрее приготовятся, и они могут уже после этого, после 30 минут, не только запечься, но и засушиться, будет просто как сухофрукт такой, сухоовощ, томат. Нам этого не нужно, после 30 минут, посматривайте, вот у меня без семенных камер 40-45 минут, и они уже готовы, но степень готовности вы должны определять сами. Или вы хотите более сухие, или вы хотите более мясистые. Опять же, если маленькие плоды, они за это время засохнут больше, если плоды крупные, как казанова, им достаточно много, надо времени 40-50. Это все индивидуально, также и то, сколько соли посыпать, кто-то любит соленое, кто-то нет. Ну вот, сорт Алые свечи я испытываю впервые на этом рецепте. Я делала казанова, делала перцевидные желтые, делала русские колокола, делала Мисс Америка и Мархотская кисть. Все эти томаты, я вот кому интересно могу сказать, что все эти томаты подходят и для вяления, и для запекания. Очень хорошо. Конечно, мы не выбираем толстые мясистые, хотя говорят, что запечь, завялить, и запечь можно любые. Но с ними дольше, больше возни, они истекают соком, они там начнут кипеть, все это начнет гореть. Вот такие пальчиковые или перцевидные. Я сегодня испытаю этот сорт, и потом вам скажу и про этот сорт, хорош он или нет, и про срок хранения. А, да, после этого, когда они приготовятся, я их укладываю вот так в баночку плотно, укладываю в баночку, заливаю, перекладываю чеснок, кум, некоторые чеснок кладут сразу при запекании, но я не кладу, потому что он теряет свои вот эти пикантные свойства, запах и привкус. Я укладываю чеснок потом, видите, он у меня там среди этих. Вот эта банка сделана 13 сентября, была закрыта простой капруновой крышкой, вот этой вот. Сегодня я ее открыла, дегустирую. Томаты такие же вкусные, такие же свежие, вот эта вот заливка масляная выступает в качестве консерванта, воздух туда не поступает, и она долго хранится, даже без укупорки. Я несколько банок, конечно, простерилизовала и закатала под железные крышки, но те, которые хранить хочу полгода или больше. Но вот эта хранится 18 дней, ничего с ней не случилось в холодильнике. Так что, если для употребления непосредственно приготовить и хотите покушать сейчас, через неделю, через 2 недели, укупоривать железными крышками не обязательно, стоит хорошо в холодильнике под капроновой крышкой. Все, не буду вас задерживать. Вот сегодня я сейчас сижу, режу, как всегда, семена с перцевы потрашиваю, и так как я все равно на кухне, уйти никуда не могу, как привязано, я в это время как раз поставлю сейчас в духовку, и в течение часа у меня будут запекаться помидорки, сделаю себе еще несколько баночек, такой вкусной закуски, запеченные томаты, просто запеченные томаты. Все, до свидания. Теперь томаты все почти собрала, можно испытывать всякие рецепты, придумывать новые. Вот этот рецепт, раз мне понравился, хочу довести его до идеала, чтобы знать точно сорта, какие буду делать на будущий год, температуру и все. И вообще, хочу купить дегидратор, чтобы сушить и вялить помидоры, раз я наткнулась на этот рецепт. Очень понравились мне вот эти помидоры, после такой обработки, потому что солонину не люблю, а это для меня приемлемо, прям идеальный вариант для меня. До свидания.